Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня я вам отвечу на свой вопрос. Почему именно женщинам необходимы силовые тренировки? То есть тренировки с дополнительным отягощением. Вы молодцы, прислали много правильных ответов, но ближе всех были Валентина Подкратова и Фемидишна. Поэтому я шлю вам большой спортивный респект. Молодцы так держать. Есть три основные причины, почему мы, девушки, должны не забывать про тренажерный зал. Про этот потный, вонючий, как многие думают, тренажерный зал. Почему мы должны заниматься с дополнительными отягощениями и включать в свою фитнес-программу силовые тренировки. Первая, самая важная причина. Это то, что силовые упражнения, как никакие другие упражнения, в самые кратчайшие сроки делают нашу фигуру плотной, упругой и молодой. Это на самом деле так. Сейчас вы мне скажете, ну как же, вот мы можем ходить на аэробику, мы можем ходить на были-дэнс, можем ходить на танцы, мы тоже станем очень плотными, красивыми и упругими. На самом деле, дорогие мои, все это не так. Все эти нагрузки, которые я перечислила, относятся по большей части к аэробным. При аэробных нагрузках наши мышцы не получают столько нагрузки, сколько им надо для стимуляции их роста. А что более упругое, мышцы или жир? Конечно же, мышцы. Поэтому, чтобы сделать наши формы привлекательными, в некоторых местах округлыми, а в некоторых местах максимально узкими и худыми, мы и должны ходить на силовые тренировки и соблюдать диету. Конечно, построение правильного тела, красивого и пропорционального, возможно только совмещая силовые тренировки и диету. Но без силовых тренировок это опять-таки невозможно. Вторая важная причина, по которым девушкам необходимо ходить и заниматься дополнительными одегощениями, это ресинтез кальция, который происходит в наших костях. Это явление так сложно называется, на самом деле ничего сложного нет. Женские гормоны, на самом деле прогестерон и эстроген, к сожалению, отвечают за то, что постепенно с возрастом у нас кальций из костей и зубов вымывается. И этот процесс идет тем интенсивней, чем менее подвижный образ жизни вы ведете. Многие думают, ну что такого, я просто лежу у себя на диванчике. Так вот, к сожалению, человеческий организм стареет намного быстрее при неподвижном или лежачем образе жизни, чем при активном и, например, при тяжелой физической работе. Поэтому во время силовых тренировок происходит укрепление всего костного аппарата и укрепление суставов. Это на самом деле так. Поэтому силовые упражнения для женщин – это профилактика остеопороза номер один, о чем нам и сказала правильно Валентина Подкратова. Третья важная причина – это гормональный всплеск, который вызывают силовые тренировки. И только силовые тренировки, никакие аэробные, не вызывают увеличение в организме производства гормона роста и тестостерона. Вы спросите меня, ну что же тут хорошего, если в процессе тренировок у нас увеличивается синтез мужского гормона? Я вам скажу, что гормон роста – это гормон молодости. О чем нам правильно сказала Фемидишна? Вот, это гормон молодости, который помогает обновляться нашим клеткам как можно лучше, как можно быстрее. Он не дает нам стареть. Поэтому тренажерный зал – это на самом деле одно из средств омоложения. Так что, дорогие девушки, я назвала вам три причины и надеюсь, что вам будет этого достаточно для того, чтобы вы по-новому взглянули на эти такие странные гантели и штанги, и на этот странный непонятный силовой тренинг. И попросту говоря, начали качаться в свое удовольствие и для своей красоты и молодости. Сегодня мы с вами проведем тренировку на блоках. Обычно я качаю руки и плечи штангой-гантелями, как вы это уже видели. Но сегодня мы будем делать все эти упражнения на блоках, чтобы поработать не на массу, как мы делали до этого, а именно на форму и мышечный рельеф, что очень хорошо делать именно на блоке, потому что он, в отличие от штанги и гантелей, позволяет нам чувствовать напряжение в любой точке амплитуды. Тренироваться мы сегодня будем, как обычно, суперсетами. То есть будем делать одно упражнение на бицепс, другое упражнение на трицепс или наоборот. Затем мы с вами сделаем тресет на дельты, то есть по одному упражнению на каждый пучок дельт, на передний, средний и задний. Таким образом мы с вами хорошенько прокачаем руки в режиме суперсетов. Первое упражнение – это разгибание рук с канатной рукоятью на верхнем блоке. Я сделала 15 раз, то есть я работаю не на массу, а на рельеф и форму мышц. От верхнего блока переходим к нижнему. Делаем упражнение на бицепс, которое называется сгибание рук с канатной рукоятью. Тоже 15 раз. В следующем подходе я уменьшу вес для того, чтобы также работать в диапазоне 12-15 повторений. Чтобы вам, дорогие друзья, было интереснее за мной наблюдать, я вам покажу другой вариант этих же упражнений. Мы с вами установили прямую рукоять и делаем то же самое упражнение – разгибание рук на верхнем блоке. Работает трицепс. Переходим к нижнему блоку. Чтобы делать правильно это упражнение, мы должны отойти немножко подальше, встать примерно по центру блочного устройства. На выдохе мы поднимаем, на вдохе опускаем. В верхней точке делаем микропаузу, для того, чтобы зафиксировать пиковое сокращение бицепса. И, наконец, я вам покажу еще один вариант этого упражнения с Д-образной рукоятью, который позволит нам делать эти упражнения обратным хватом. Я работаю только предплечьем. Локоть у меня зафиксирован и практически неподвижен. С трицепсом закончили. Переходим к бицепсу. На самом деле, велика вероятность того, что вы начнете себе помогать всем корпусом. То есть, начнете отклоняться в такт к движению. Исключите, пожалуйста, это. Станьте устойчивы и работайте только предплечьем. Поднимаете руку, фиксируете на одну секунду и опускаете. Когда мы работаем на блоке, от самых первых сантиметров до самых последних, мы чувствуем очень сильное, практически одинаковое напряжение в рабочей мышце. Мы с вами сейчас прорабатывали бицепс-трицепс. Точнее, на первое место поставили трицепс, как отстающую группу мышц, а бицепс на второе место. И так вы делаете всегда. Если у вас отстает бицепс, то ставите его на первое место. И теперь переходим к работе над дельтами. Десять. Меняем руки. Десять. Мы делаем тресетом сейчас переднюю дельту и заднюю дельту. Честно сказать, дорогие друзья, у меня, как у большинства женщин, задний пучок дельтовидной мышцы развит очень плохо. Он более слабый, чем передний и средний. Поэтому для меня очень сложное упражнение. То, что я вам показываю сейчас. Дорогие друзья, я хотела вам рассказать несколько слов о себе. Сейчас у меня последняя финишная прямая, буквально вот самая-самая последняя неделя до начала осенних стартов. В субботу мне предстоит чемпионат мира. И я очень-очень рада, что поеду туда. После чемпионата мира будет Арнольд Классик, затем чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области, затем чемпионат России. И, наконец, последним стартом 4 ноября будет Гран-при Фитнес-Хаус. Дорогие друзья, турнир Гран-при Фитнес-Хаус это коммерческий турнир с очень хорошим призовым фондом. И я зову всех вас. На этот турнир соберутся сильнейшие атлеты России. Будет 8 бикинисток, в том числе одна из них буду я. И 9 атлетов бодибилдинга. Самых-самых крутых парней, бодибилдеров в России. Спасибо за то, что в течение длительного времени вы поддерживали меня в своих комментариях, оставляли свои восторженные и не очень восторженные отзывы. И вот теперь приходите, пожалуйста, посмотреть на меня в моей пиковой форме, увидеть все, на что я способна, поболеть за меня и сфотографироваться со мной. Жду вас. А в Гигант Холле 4 ноября с вами была искренне ваша Зинаида Руденко. Всем пока и увидимся на соревнованиях. Yeah, 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 yeah Продолжение следует...